Детские сады детям или трезвая Россия? Эти и сотни других проектов журналистам и чиновникам презентовали на медиафоруме самой многочисленной партии страны. На выходных он проходил в Москве. Разные регионы предложили сразу несколько сотен идей. Светлана Овсянникова выясняла, а какие из них заработают у нас в Красноярске. Чтобы услышать, как из отходов собираются делать хоть и искусственную, но все-таки траву. Николай Дроздов просит потерпеть. Слишком много тех, кто хочет просто поздороваться. Приглашенных журналистов почти тысяча профессоров. Доктор биологических наук рассказывает здесь. Он защитник экологии. Сам мусор собирается с тем же удовольствием, что грибы и ягоды, только этого все равно мало. Мы его собрали, а что дальше? Дальше перерабатывать надо. Есть мусоросжигательный завод. Мусоросжигательный завод это за вчерашний день. От экологии детских садов доступного интернета до трезвой России. Названий партийных проектов на форуме единороссов сотни. Их представляют чиновникам и СМИ. Олимпийская чемпионка Ирина Роднина приехала продвигать массовый спорт во дворе и на уроках в школе. Это коллектив, это здоровье, это твои амбиции, это большие планы на жизнь, потому что это все, чему учат спорт и особенно командные виды. У Красноярска свой стенд. Наш проект со сложным названием «Национальная инновационная система». По замыслу авторов это попытка построить в край экономику нового типа. Деньги уже выделяют на рекультивацию земель химкомбината Енисей. 2 миллиарда рублей на строительство промышленного парка в Железногорске. 10 миллиардов. Кстати, многие из проектов после Красноярска стали федеральными. Детские сады детям. Это проект, который родился на территории Красноярского края и стал федеральным проектом. Чистая вода. Сегодня это федеральный проект, который поддержан всеми, но он родился на территории Красноярского края. Гостям и участникам медиафорума организаторы буквально подготовили хлеба и зрелищ. Возле стенда народного контроля, например, угощали колбасой. Ну а если отечественные деликатесы не привели в тонус, то расслабиться можно у стенда высокой музыки. Подходим, берем наушники и наслаждаемся. Но если приезжие журналисты могли себе позволить немного отдохнуть, то членов правительства сначала провели по выставке, а после задавали вопросы. На примере проекта Енисейского завода феррасплавов. Если предположить, что он все же будет построен, то куда будут уходить его налоги, спросили у министра финансов Антона Силуанова. Ответ был коротким. Дышать этой гарью будет Красноярск, а деньги будут уходить в соседнюю Кемеровскую область. Не собирается ли Минфин менять вот эту регламентирующую документацию для того, что все-таки где предприятие работает, ну прежде всего вредное, там оно и платило все налоги. По идее, это не должно быть. Не должно быть. Вдобавок, одной из главных тем на этом медиафоруме стала борьба с коррупцией. То, что сегодня ей стоит уделять особое внимание, в своем традиционном выступлении подчеркнул председатель правительства Дмитрий Медведев. Какой бы человек не подвергался здесь анализу, значит, он должен нести и государственную ответственность, и партийную ответственность. Нужно избавляться от таких людей, чтобы не было соблазна закрыться партийным билетом. У нас это, к сожалению, происходит. Это самое, кстати, как раз и дискредитирует партию. Нечего тут стесняться. По сути, этот седьмой по счету медиафорум показал, выставка партийных проектов уже не просто презентация креативных или полезных идей журналистам, а заявка на переход от слов к реальным делам. Светлана Овсянникова, Павел Ванецкий, 7 канал, Новости 24, Москва.